Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Юрий и Лариса Иванова Live. И сегодня мы на кухне у нашей дочери готовим, если по-русски перевести, хрустящая курица пармезан. Все блюда, которые вот на этих картинках, они очень-очень быстро готовятся. Мы вам будем снимать, показывать. Ну, полчаса мы вчера готовили, тоже снимали. Мы снимали и готовили, всего полчаса прошло. Поэтому это очень вкусно. Я готовлю это первый раз. Дочь готовила я никогда. Поэтому вместе с вами все буду стараться вам показать, так же, как мне рассказала дочь. Я взяла курицу. Здесь вот 860 грамм. Вы тоже будете брать по количеству едоков в вашей семье. Вот нас четверо. Ну, если останется у нас что-то, то мы доедим. Я ее хочу разрезать вдоль грудки, потому что она очень крупная. Смотрите, какая толстая. Скроменная. Да, может даже еще ее... Да нет, просто так порежь. Нет, 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 по длине лучше порежь. Вот так? Да, вот так. Я вот так делаю. Ну, она должна приготовиться. Вот мы ее приготовили, помыли, обсушили. И теперь вот вдоль разрезали, чтобы она не была такая толстая. И теперь разрезаем вдоль. Это будет на нас четверо. Вот, 860 грамм курицы. Естественно, она уменьшится. Вот это какой-то большой кусок. Может, еще прежде. Я бы хотела его разрезать. Ничего страшного, если будет лишний кусок. Мясо лишним не бывает. Руки я после курицы помыла. Это же видео идет быстро. Поэтому сейчас не видно. Так. Теперь кладем... Нет, ее сначала обвалять надо в сметане. Помазать сметану. Ну, помазать, да. Ну, лучше, наверное, в чашку положить большую. Тогда давай так сделаем. Давай. У нас немного экспромтом, потому что мама еще... Не в моей голове. Я-то думаю про что я... Что нужно сделать. А я и не говорю сама. Забываю. Значит, мы берем кусочки курицы и добавляем сюда сметану, да? Все, нужно обмазать сметаной. Чем вы это будете делать? Можно греческим йогуртом обмазать, если, как бы сказать... По-полезнее. По-полезнее, да. Мы не солили и не пурчили. Ну, еще не надо пока. Стакан сметаны. Чуть меньше стакана сметаны у меня, Радай. Плашечки. Ну, отлично. Прям хорошо вам называет. Она прям очень жирная сметана и густая. Все. Мы взяли вот таких вот 8 морковин. Ну, они такие разного размера. Да, поэтому смотрите сами, какая у вас морковь. Нам можно было бы поменьше, но у нас... Мой муж очень сильно любит морковку. Зажаренную духовку? Да. И Алекс не знаю, но он любит, и я тоже люблю. Так, теперь смотрите. Я взяла еще один листик, смазали мы... Постелили фольгу, смазали маслом, подрызгали. И теперь ее тоже нужно выложить. Или ее же нужно посолить, да? Ее нужно выложить, потом ее посолишь, поперчишь. И сверху маслом оливковым нужно еще. Понятно. Я буду чашки-то размешала. Ну, сильно так вальяжно, не это. Ну, можно, может, чашки мне без разницы. Ну, ладно. Просто так в рецепте написано, чтобы лишние чашки не марать. И лишнюю работу себе не создавать. Все понятно. Значит, крошите морковь по усмотрению. Вот так это нужно делать, да? Ну, я так делала, да. Длинненькими полосочками. Я короткими как-то сделала. У меня нож маленький был. Ну, что, девочки. Теперь это надо все посолить и поперчить. Тоже это все по вкусу. И скажу вам, я бы это все в чашке размешала. Потому что это было бы для меня удобнее. И выложила бы сюда. Так, сильно много мы не можем перца насыпать. У нас ребенок. И нужно это все сбрызнуть оливковым маслом, да? Угу. И перемешать. Я, в принципе, люблю поострее. Ты тоже поострее все любишь. Угу. Ну, Алекс у нас. Алекс не может. Это острое. Чашку досыпем. Да, если кому-то надо, то можно просто потом досыпать. Так, это у нас все готово. И нам нужно вернуться теперь к курице. Потому как это все вместе ставится в духовку. Поэтому мы сначала морковью занялись. Вот тут мы взяли стакан сухарей панировочных. Две ложки сладкой паприки. Можно брать острый перец. Мы из-за ребенка взяли сладкую паприку. Ну и паприка сладкая тоже не помешает. И два стакана пармезана. Один стакан. Один стакан пармезана. Теперь нам нужна соль. Соль по вкусу. Мы еще не солили курицу. Ну, представь это вот на курицу на все будет. Все больше соли потом не будет. Так, я думаю, здесь примерно чайная ложка. Вы же не любите соль. Да все. Почему? Мы любим соль. Просто не хотим пересаливать соль. И черный перчик тоже по вкусу добавляйте. Ну, опять же, можно уже доперчить. И у нас, как мы уже сказали, малыш, который не любит ничего перченого. Острого. Острого. Так, теперь мы все это смешиваем вместе. Да? Пармезан. Угу. Сухари панировочные. И перец, паприка эту. Конечно, я хочу сказать, на картинке это выглядит, типа, красиво. Один кусочек курочки взяли. Ну, в реалии, я считаю, что лучше маленькими кусочками готовить. Я потому что большой готовила, он там, середина не проготовилась. Корочки, с другой стороны уже корочки сгорели. И теперь нужно посыпать этой посыпкой курицу. Очень вкусно получается. Я прям и вкус сейчас у себя во рту предвкушаю. Ну, в общем, понятно, для чего сметана, чтобы вся эта посыпка прилипла. Прилипла, да. Не спадала. В общем, несложные довольно-таки блюда вот эти вот все на картинках. Для того, чтобы людям было время чем-то еще другим заняться, кроме как готовкой, да? Да, если видео не снимать, что быстрее можно приготовить. Да, мы тут, так как мы расположились, видео снимаем еще, поэтому у нас так. Это мы все ставим в духовку на 15 минут. Вообще нужно до готовности. Смотрите сами по своей духовке. Какая у вас духовка? Мы же не знаем, с конвектором, без разной духовки. По фаренгейту 425 градусов. Можно перевести в Цельсию. Ну, чуть больше 200, наверное. Вот и все. Так, на 15 минут. Вода закипела. Я поставила воду. Это двухлитровая же кастрюлька? Не знаю, честно. Солим по вкусу. И я стакан кускуса взяла. Честно сказать, никогда в жизни его не варила. Вот так вот отвариваем. Написано, что варится 6 минут. Засекаем время. Варим 6 минут. Ну что же, сливаем. На сито неудобно ты как-то сливаешься. Ну, я для того, чтобы на видео. Такой кругленький, прикольный. Мы поставили эту же кастрюлю на плиту. Кладем сюда чесночное масло. Наташа его уже купила. Готовое чесночное масло. Сюда же мы вот отправляем. Ой, нет, нет, нет. Подожди, пусть растопится. Отправляем лука. Ну, вот эти белые части. Я не знаю, как это назвать. Уайт. Корешки. И жарим. Две минуты мы обжаривали крышки от лука. И закидываем сюда теперь кускус. Размешиваем. И после этого оставшийся лук можно добавить. Кускус готов. Добавляем. Сразу перемешиваем. И выключаем, да? Да. Ну, он готов уже просто, что это. О, красивенько получилось. Ну вот, ребята, все готово. Очень вкусно. Морковку, если порежете потоньше, будете готовить меньше. А так, если потоньше, то будете подольше готовить. И вот, смотрите, теперь как это все будет собираться. По картинке. Для оригинальности рецепта, да? Можно разложить сверху курочку и морковку. Кладем кускус, размазываем по тарелке. Ну, что уж. Для оригинальности рецепта можно и... Да. Поупендриваться. Так, теперь кладем курочку. Так, курочку. Пожалуйста. М-м-м. Морковку. И кладем морковь. Ну, у нас лимона нет. Я вчера дочери говорила, нужен лимон. Я не хочу, я не люблю лимон. А я люблю лимон. Вот, смотрите, какая красивая тарелка получилась. И поэтому я сейчас еще лайм положу. М-м-м. Вот все, моя вкуснятина готова. Смотрите, я положила лайм, и я его люблю с солью. М-м-м. Ну, все. Все, моя вкуснятина готова. Советую вам приготовить, попробовать. Вот, вместо кускуса, он очень дорогой, можно приготовить какой-нибудь вермишель, не заморачиваясь. Остальное все есть у нас в России. Все, всем пока. Всем пока, всем хорошего настроения. Готовьте вместе с нами.